Добрый день! Меня зовут Олег Ерофеев. Вы смотрите новый выпуск нашей передачи «Дельфи. Главная» и ее традиционную рубрику «Без маски». И сегодня «Без маски» с нами литовский поэт, переводчик, литературовед, профессор Томас Венслава. Добрый день, господин Венслава. Добрый день! Национальная библиотека имени Мартина Самажвида в Вильнюсе предоставила нам возможность провести сегодняшний разговор среди книг в тишине, в интеллектуально насыщенном пространстве. И здесь, на этом контрасте, слова о продолжающемся двухнедельном противостоянии белорусского гражданского общества, мирного с их стороны противостояния с авторитарным режимом Александра Лукашенко, звучат, наверное, гораздо отчетливее. Господин Венслава, что вы видите, слышите в этих протестах белорусов против насилия, за честные выборы и за отставку Александра Лукашенко? Вы знаете, я за последние 30 лет много видел, и мне сейчас вспоминается именно событие 30-летней давности. Тогда это называлось «Осень народов», по аналогии с «Весной народов», которая была в XIX веке. Когда в Польше, в Чехословакии, в Германской, в Восточной Германии, так называемой Германской демократической республике, в Венгрии происходили фантастические совершенно события. Мы говорили, что это сделалище для богов, это крушение мировой коммунистической системы, которая на самом деле произошла, она имела место. И то же самое, собственно, происходило и в Литве, да и в России, в Москве тоже происходило то же самое. Выходили огромные толпы и мирным путем, без кровопролития, меняли власть. Вот в этом, так сказать, некоторые европейские страны сильно запоздали. Белоруссия или Беларусь, как, наверное, её лучше называть, дошла до этого сейчас. Это неожиданно, но это огромное народное движение, очень серьёзное народное движение и очень вдохновляющее. То есть законы, политики всюду те же, просто действия их иногда немного запаздывают. Вот в Беларуси оно запоздало по меньшей мере на 26 лет. Вы вспомнили о весне народов, о национальном возрождении, но что интересно и что подмечают уже многие наблюдатели, эксперты, в событиях, в протестах белорусов мы не слышим и не видим национальных каких-то лозунгов о языке, о какой-то национальной идее. Да, есть национальный флаг, не соответствующий вот тому официальному, но тем не менее мы не слышим вот именно этой такой национальной составляющей. Как вы думаете, почему? Ну, вы знаете, Беларусь в особом немножко положении в этом плане, и я даже рад, что там нет вот такого традиционного национализма, поскольку он всегда чреват многими также и отрицательными моментами. Беларусь – это просто пробуждающееся, пробудившееся, я бы сказал, гражданское общество. То есть это именно то, что нужно. Это выступление прежде всего за демократию, за права человека, за достоинство человека. Что же касается языка? Ну, вы знаете, скажем, Ирландия. В Ирландии все говорят на английском языке. Есть местный гельский язык, на нём не говорит практически никто. Но он сохраняется в таком символическом смысле, но не более того. Невзирая на это, Ирландия – это отдельная страна, это страна со своим лицом, со своей историей, со своими амбициями. И в Беларуси мы имеем то же самое. Язык, белорусский язык сохранился даже лучше, чем в Ирландии. И, по-моему, его позиции будут постепенно укрепляться. Они постепенно укреплялись даже при Лукашенке. Ну, и это, по-видимому, будет продолжаться. Это неизбежно. Но дело, так сказать, тут не совсем в языке, и ничего в этом страшного нет. Потому что, ну, вот Германия и Австрия – один язык, немецкий, две совершенно разных страны. Или Албания и Косово – то же самое. Язык албанский. Страны разные. Или даже Румыния и Молдова. Так что бывают такие ситуации, что дело не в языке. Но культура у Беларуси всё-таки другая. История всё-таки другая. Всё это обозначено белорусским флагом. Бело-красно-белым. И это, так сказать, заметно. И это существенно. И хорошо, что это так. Вот бытует такое мнение среди, опять же, некоторых, может быть, политологов, людей, которые анализируют процессы, происходящие в соседней стране, в Беларуси. И, кстати, приходилось его слышать и в Литве, что Лукашенко – это некий последний гарант независимости этой страны от России. И поэтому то, что происходит, опасно, чревато тем, что Беларусь может оказаться в объятиях соседа. Разделяете ли вы такие опасения? И что вы думаете по этому поводу? – Я не думаю, что по этому поводу надо паниковать, что Беларусь без Лукашенко потеряет независимость. Могут быть разные варианты, но я думаю, я почти уверен, почти на 100% уверен, что Беларусь независимость не потеряет. А если в ней восторжествует демократия, то белорусская независимость – это в конечном счёте пойдёт только на пользу. Она… Я не думаю, что Беларусь, если демократия в ней победит, а думаю, что победит, может быть, не сегодня, не завтра, а через несколько недель, через несколько месяцев, или даже через несколько лет, но победит. Потому что Лукашенко сейчас, с одной стороны, он сидит на вулкане. Вулкан – это, так сказать, народное мнение, народное движение. Сидеть на нём очень неудобно и вредно. И, с другой стороны, он сидит на штыках. На штыках тех силовиков, которые пока что ему верны. Это тоже очень неудобное положение для диктатора. Думаю, что долго такое продолжаться не может. И что ему найдётся замена. Я думаю, даже, что Россия сама заинтересована в замене. Россию останавливает в данный момент одно. Если Беларусь докажет, что диктатора можно заменить, то в конечном счёте это будет означать, что в России диктатора тоже можно заменить. Вот этого Россия явно не хочет. Но Россия прекрасно понимает, что на сторону НАТО и Европейского Союза Беларусь вот так сразу не перейдёт. Это более или менее случилось в Украине. Но Беларусь несколько в ином положении, несколько иной характер и несколько иная ситуация. Если это и произойдёт, то только в очень длительной перспективе. Беларусь так и останется в несколько неопределённой ситуации, как некий мост. Ну, мост, не мост, но некая промежуточная зона между этими двумя геополитическими силами. И, ну, там могут быть определённые колебания, но что Россия возьмёт и присоединит Беларусь как свою очередную губернию, я почти уверен, что этого не будет. Говорили уже сегодня о... И не сегодня об этом давно уже говорят, когда вспоминают Александра Лукашенко, что это последний диктатор Европы. Но последний ли на самом деле, если мы смотрим на те процессы, которые происходят сейчас в демократических странах Европы? Венгрии, Польша? Во-первых, он не последний диктатор Европы, потому что Россия тоже Европа. И в России тоже есть диктатор. Он уже забрал у Лукашенко это право называться последним диктатором. Лукашенко – предпоследний диктатор. В Европе происходят иногда в некоторых странах, особенно в Венгрии и в Польше, малоприятные процессы. Но это ещё далеко не диктатура, то, что там происходит. В Венгрии, может быть, это зашло дальше. В Польше ещё не так далеко. Правда, эти тенденции меня не радуют. Но, с другой стороны, из-за них впадать в панику я тоже не собираюсь. Белорусская тема в Литве звучала всегда и в последнее время в основном из-за строительства, а теперь уже запуска атомной электростанции в Островце или в связи с коронавирусом. И тема протеста как бы вернула другие оттенки и смыслы. Вот солидарность, общая история с Литвой, идентитет соседей, подняла вопрос о том, что мы знаем о белорусах, как мы их понимаем и понимаем ли. Ведь ещё несколько месяцев назад казалось, что режим Лукашенко, он, ну, непоколебимый или достаточно стабилен, может существовать ещё долгое время. А сегодня мы видим уже перемены. Но, возвращаясь к нашей позиции в Литве, можем ли мы себя всё-таки считать экспертами по Беларуси в Литве? Ну, всё-таки мы разбираемся в белорусских делах, наверное, лучше, чем страны Европы, которые находятся дальше. Неплохо, наверное, разбираются поляки. Не обязательно даже правительственные круги, но вообще польское общественное мнение. Наверное, неплохо. Наверное, не так уж плохо разбираются латыши и эстонцы. Но, скажем, насколько в белорусской ситуации разбираются французы, тем более испанцы, которым это, в конце концов, не так уж и важно, они не имеют с Белоруссией общей границы. Это вопрос, скажем так, открытый. У нас тут я хотел бы заметить одну очень важную вещь, о которой, кстати, сейчас мало говорят, а говорить надо, что у нас очень большая традиция взаимодействия с Белоруссией, начиная со времён Великого княжества, когда было даже не совсем понятно, чьё это княжество – балтских – это племён или славянских. Они были переплетены. Пожалуй, балты были более правящим слоем, а русины тогдашние, древние белорусы, если можно так сказать, были скорее культурным слоем и влияли на этих балтов. Так же, как и балты, кстати, на белорусов влияли. Потом были Калиновский, Кастусь Калиновский, потом белорусское национальное движение, Луцкевич, Лостовский, Ивановский. Это было очень связано с Литвой, с Вильнюсом, и Литва всегда была одним из основных гнёзд, если не основным, этого белорусского движения. Литовцы тогда с белорусами сотрудничали, и сотрудничали близко. – Но всё-таки отказались от идеи общего государства, от Балтики до Чёрного моря, которую предлагали веленские белорусы? – Ну, эти идеи были, так сказать, очень далеко идущими. – Понимаете, в каком-то смысле это может даже осуществиться в далёком будущем, но в достаточно далёком, чтобы сейчас об этом говорить. Общее государство у нас не получилось, да, может быть, и не могло получиться в условиях начала XX века, но всё-таки Литва всегда предоставляла Белоруссии некоторую опору, некоторый, так сказать, тыл, если угодно. И сейчас это дело, это происходит, и очень хорошо, что это происходит. То, что госпожа Тихановская находится в Литве, это естественно, так сказать, а где же ещё в сложной ситуации Белорусу находиться, как не в Литве, скажем так. Так это уже не раз и не два уже происходило. Вот. И, конечно, в Литве существуют симпатии к Беларуси, ну, может быть, не у каждого, но многих существуют. И то, что Литва для Беларуси сейчас является, для белорусского движения является сейчас некой опорой, это очень важно и очень хорошо. Есть ли у нас какие-то фантомные страхи вот по тому же самому Вильнюсу? Потому что когда белорусы говорят, что Вильнюс – это наш город, ну, видишь, как иногда наши соотечественники немного, ну, если не вздрагивают, то так молчат или пропускают это мимо ушей? Ну, это, по-моему, тоже ненужная совершенно паника. Вильнюс – это нечто вроде Иерусалима, то есть он принадлежит сразу всем. Это город далеко не только литовский, это город и польский. Ну, смешно говорить, что Вильнюс не польский, имея в виду Адама Мицкевича, имея в виду Юзефа Пилсудского, имея в виду польских деятелей, связанных с Вильнюсом. Смешно говорить, что Вильнюс – не еврейский город, это в огромной степени еврейский город. Смешно говорить, что Вильнюс – не русский город, он также и русский город. Ну, это столица Литвы. Вот такое вот случилось, что у нас многонациональная, очень важная не только для нас, но и для многих других – столица. Из чего не следует, что кто-то у Литвы её отнимет? Существуют международные договора, существует теперешняя ситуация. Сейчас Вильнюс – литовскоязычный город, сейчас Вильнюс всем миром признан как столица именно Литвы, а что он – духовная столица и для некоторых других народов, в том числе для поляков и для белорусов, это только придает ему красоты и глубины. Ну вот вы вернулись в Вильнюс после продолжительного, скажем так, времени отсутствия, когда жили в Соединённых Штатах, ездили по другим странам, вы уже почти два года здесь. Ваше наблюдение, ваше впечатление, что произошло с городом, вы, наверное, сравниваете как-то с другими временами, вы сюда приезжали, когда жили ещё в Соединённых Штатах, что изменилось, как он поменялся, за исключением того, что вы говорили, что он стал литовскоязычным. Очень разбогател, очень-очень объевропеился, стал европейским городом, который вполне и в культурном, и в других отношениях может соперничать, мне кажется, теперь с любой европейской столицей. И заметно, что очень много состоятельных людей. Это хорошо, потому что состоятельные люди – это опора каждого государства, так называемый средний класс, иногда даже выше средний класс. Это опора. И говорят, что существует огромная социальная разница между богатыми и бедными в Литве, она гораздо меньше, чем в той же России, гораздо меньше. И какая-то разница нужна, чтобы у людей, так сказать, был стимул, была мотивация улучшать свое положение. Думаю, что это то, что происходит, то, что имеет место, это не катастрофично. Конечно, надо стараться, чтобы это не стало катастрофичным, но мне кажется, такой тенденции как бы и нет. Я бы сейчас хотел еще вернуться к положению ситуации в Беларуси. По концепции ежегидроица не будет демократической независимой Польши, а вы как-то в свое время говорили, что это то же самое касается и Литвы. Если смотреть из Литвы, не будет демократической независимой Литвы без демократических Украины, Беларуси, тогда получается, что в Беларуси сейчас решается и наша судьба в каком-то смысле? Ну, вы знаете, это и так, и может быть, не совсем так, поскольку сейчас, когда Литва находится в Европейском Союзе и в НАТО, то судьба ее уже как бы решена. С этим уже ничего не поделаешь. При всем желании, при всем желании Литву обратно в Российскую империю не затащишь. Даже если бы в Беларуси победила бы эта Российская империя. Я не думаю, что это произойдет, но даже в таком крайнем случае Литве бы это не было... Ну, Литве бы это было крайне неприятно. Ну, прежде всего, потому что жалко белорусский народ. Но это не было бы смертельной опасностью. Но думаю, что это не произойдет, что Беларусь сохранит, по крайней мере, без Лукашенко свое теперешнее промежуточное положение на обозримое будущее. А что будет дальше, трудно сказать. Но думаю, что тяга к Западу победит. Ну, не сразу. Может быть, лет через 10, может быть, через 20, но победит. Сейчас этот вопрос как-то вообще не стоит. И то, что Лукашенко кричит, что Запад того и глядя вторгнется, если я лично не поведу войска из Гродно там грудью вследить танки НАТО, то это звучит крайне смешно. И, по-моему, никто это всерьез не воспринимает. В том числе никто это всерьез не воспринимает в России. Ну, вот, кстати, да, вместо танков мы-то как раз предлагаем цепочку людей, Балтийский путь совершенно мирных, которые вот в это воскресенье, 23 августа, в день подписания Пакта Молотова-Риббентропа и 31-й годовщине Балтийского пути будем выстраиваться от Вильнюса до границы Беларуси. То есть это абсолютно мирная акция по содержанию, флешмоб, на который так агрессивно реагировал Лукашенко. Как вы полагаете, все-таки, если бы вот в каком-то ближайшем обозримом будущем похожие процессы проходили в России, мы бы выстраивались в цепочку солидарности до калининградской границы? Я думаю, что это было бы очень полезно и в случае с Россией тоже. Это пока бы относится к будущему непредсказуемому, но это не исключено, кстати говоря. Я бы сам встал и думаю, что встану в эту цепочку солидарности с Белоруссией, потому что мне кажется, что это красивый, необходимый и полезный в конечном счете как для Беларуси, так и для Литвы жест. Как-то в интервью на вопрос, что для вас Россия, вы ответили, Россия – это Рублев, Пушкин, Достоевский, Мандельштам, Бродский. А что для вас Беларусь? Беларусь для меня – это хотя бы Светлана Алексеевич. Ну и многое другое. Я спрашивал, правда, у белорусов, кто лучший белорусский художник, они ответили два – Казимир Малевич и Марк Шагал. Ну это чуть-чуть спорно, поскольку так сказать существуют и другие народы, которые имеют права и на Малевича, и на Шагала. Но то есть в той мере, в какой они представляют белорусскую культуру, Беларусь для меня, конечно, это также и Малевич, и Шагал. И даже Адам Мицкевич, хотя он все-таки поляк, ну хотя бы потому, что писал по-польски. Писателей все-таки склонен делить по языку, на котором они писали. Но писал у Литвы «Отчизна моя». Ну, причем это парадоксально дважды. Во-первых, поляк пишет «Литва отчизна моя», во-вторых, Литва, которую он имеет в виду, это как раз не Литва, а Беларусь. Это очень своеобразная ситуация, единственная может быть в мире, но тем интересная, тем и прекрасная ситуация, что это поэт в какой-то мере трех народов, но в первую очередь, на мой взгляд, польского народа по причине языка, на котором он писал. Вы знаете хорошо или очень хорошо или отлично несколько языков, но родной для вас литовский. Как человек, для которого родной литовский, все-таки как приемлемый Болторуссия, Беларусь или Гудия? Ну, я бы, понимаете, Гудия это немножко связано с довоенным литовским национализмом, который мне довольно чужд. Я привык говорить Болторуссия и, пожалуй, склонен скорее употреблять это название. Сейчас в разговоре вы уже упомянули Светлану Алексеевич, Нобелевского лауреата. У войны не женское лицо, но у политической борьбы вполне. Светлана Алексеевич вошла в координационный совет оппозиции по трансферу власти мирному в Беларуси. Не потеряем ли мы писателя? Писатели так быстро не исчезают. Я думаю, что Светлана Алексеевич повела себя совершенно правильно, войдя в этот совет. И я бы даже сказал, что это самое разумное, что мог бы Лукашенко сделать. К сожалению, он, по-видимому, этого не сделает. К сожалению, для него же самого, кстати. Это устроит круглый стол. По примеру, Польша. Генерал Герузельский, который оказался в очень похожей ситуации на ту, которой сейчас оказался Лукашенко, устроил круглый стол с оппозицией. И они нашли компромисс. Компромисс временный, компромисс, который потом принял другие формы, но тем не менее, который позволил Ярузельскому на какое-то время сохранить лицо и даже какую-то часть власти. Это помогло Польши избежать кровопролития, избежать трудных и тяжелых моментов в процессе перемен. Самое умное было бы устроить этот круглый стол. Боюсь, что этого не будет и жаль, что этого не будет, потому что это был бы легкий, разумный и полезный для Беларуси и для всех окружающих стран, включая Россию, выход. Похоже, действительно этого не будет, потому что генеральный прокурор Беларуси уже заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении членов Координационного Совета за попытку захвата власти. И в такой ситуации их будут вызывать в органы соответствующие для дачи показаний. Трудно себе представить, будет ли это происходить со Светланой Алексеевичной, близким лауреатом, но мы видим, что к сожалению, признаков такого круглого стола, по крайней мере, со стороны власти, пока не видно, не предвидится. Да, к сожалению, пока никаких признаков не предвидится, но генерал Ярузельский тоже сажал оппозиционеров в лагеря, тоже держал их интернированными, а в конце концов, это продолжалось несколько лет, в конце концов, так и получился круглый стол, и он оказался необходимым. Тут тоже будем ждать и смотреть, что из этого всего получится. Пока что Лукашенко и верные или относительно верные ему силы ведут себя очень неразумно. Как вы объясняете опять же себе или могли бы объяснить нам, почему все-таки именно на плечи белорусских женщин, вот эта Тройка, Тихановская, Цепкало, Колесникова, Светлана Алексеевич, которая в Совете, и другие женщины, они, ну, в общем-то, в каком-то смысле возглавили сейчас вот это движение за перемены, за демократизацию в этой стране? Ну, вообще говоря, я считаю, что женщины в политике, как правило, сильнее мужчин. Замечательные женщины были Голда Меир, Индира Ганди и многие другие. Ну, так сказать, то, что у белорусской революции в большой мере женское лицо, по-моему, это очень положительное явление, это как раз внушает надежду. Женщины разумны, женщины более мирно, как правило, настроены, чем мужчины, и когда женщина управляет страной, то это, как правило, ей выходит на пользу. Это даже, знаете, даже в монархиях это так. Самые лучшие монархические варианты это были женщины. Елизавета первая, Елизавета вторая в Англии. Скажем, если бы пришлось голосовать за американского президента и одним из кандидатов была бы женщина, я бы голосовал за женщину, что я однажды сделал. Но она не прошла, и очень жаль, что не прошла, потому что Доналд Трамп, который был избран, ведет себя достаточно нелепо во многих и многих областях. Перед нашим разговором я получил несколько вопросов от наших белорусских коллег. И один из них звучал так. На координационный совет и на саму Светлану Тихановскую сейчас обрушился шквал советов от самых разных экспертов, аналитиков, политтехнологов. Как Светлане Тихановской и всем, кто ее поддерживает в Беларуси, не ошибиться в выборе попутчиков? Какие бы вы для этого критерии выбрали? Я не буду на этот вопрос отвечать. Я не гражданин Беларуси и даже как бы не имею права что-нибудь тут советовать. Я думаю, надеюсь и даже верю, что у женщин, которые сейчас руководят координационным советом, что у них достаточно силы, достаточно ума, достаточно гибкости, чтобы самим решить эти вопросы так, как их надо решить. И еще один вопрос. Каких бы белорусских писателей вы посоветовали прочитать, познакомиться с их творчеством, нашим зрителям, нашей аудитории, чтобы понять лучше, что происходит у наших соседей? Ну, несомненно, есть крупные писатели, кроме Светлана Алексеевич, хотя бы Быков. Василь быков. Да, Василь быков, конечно, которого, увы, уже нет в живых, с которым я имел честь быть несколько знакомым. Я думаю, что эти писатели довольно хорошо показывают то, что в Беларуси происходит. Но всегда, когда хочешь понять страну, надо читать классику. Тоже не исключая, кстати, Адама Мицкевича, который не только польский, не только литовский, но и белорусский классик. Василь Быков, кстати, писал на белорусском и переводил часть своих книг, по крайней мере, сам. Светлана Алексеевич пишет на русском. Светлана Алексеевич, по вашему мнению, это все-таки феномен русской литературы или белорусской? Ну, это то же самое, как спросить, Йейтс это феномен английской литературы или ирландской. Во-первых, обеих. А во-вторых, все-таки скорее ирландской, невзирая в этом случае на язык. Он, правда, кое-что писал и на гельском. Кое-что писал и на гельском. Ну, вот Джойс не писал на гельском, об этом, кажется, даже сожалел. Но он этот язык достаточно не знал. Ну, все говорят, Джойс английский классик, но он примерно в такой же мере ирландский классик. Поскольку мы сегодня говорили о Беларуси в основном, у меня последний вопрос или просьба. Что бы вы сказали беларусам, которые нас сегодня смотрят? Успеха. Желаю всяческого успеха и надеюсь, что он будет достигнуть, если не сегодня, то завтра. Спасибо за то, что нашли время прийти и пообщаться с нами, ответить на наши вопросы. Я напоминаю, что это была рубрика «Без маски», и сегодня ее гостем был литовский поэт, переводчик, литературовед профессор Томас Янслова. Спасибо. Спасибо вам.